Приветствую вас. По этическим соображениям я не буду раскрывать детали вопроса, вот, из конфиденциальности, из соображения этики, вот, и с позиции, в общем и целом, комфорта клиента. Я не думаю, что суть данного вопроса, ну, можно раскрывать более широкому кругу лиц, вот, скажу только, что вопрос касается любовных отношений, вот, где есть определенные, скажем так, препятствия, в основном морально-этические препятствия. Вы столкнулись с ситуацией достаточно нелегкой. Вы столкнулись с ситуацией, когда, ну, на самом деле, нужно для того, чтобы быть свободным в своих чувствах, в общем-то, идти против людей, да, идти против, порой даже, самых близких людей. И, в общем-то, это далеко не каждому человеку по силам. Не потому, что человек слабый, не потому, что человек, вот, как-то, там, недостаточно сильно, там, любит, да, своего партнера, например, и так далее. Не по причине чувств это происходит, а по причине того, просто вот есть такие вызовы, вот, объективные, с которыми, ну, вот, сложно сталкиваться. Сложно сталкиваться. И сложно, как бы, идти по этим, по этому пути сложно идти. Вот. Поэтому, что я, в первую очередь, хотел бы здесь сказать. Я бы хотел здесь сказать, что, когда вы, ну, вот, как-то представляете себя со своим партнером, да, когда вы, как-то вот, ну, думаете о том, что вы, вы вот, ну, вместе вот со своим партнером находитесь в отношениях. И это, а, как бы, имеет, вот, такую цену, которую, а, вам нужно заплатить, да? Кажется ли вам по ощущениям, что это того стоит? Кажется ли вам по вашим ощущениям, что это, ну, то, что вам, то, чего вам хочется? Вот. Потому что, если нет, если это не то, что вам хочется, то, скорее всего, по итогу вы будете разочарованы. А, спросить себя здесь, на мой взгляд, нужно еще и о том, а, как я к человеку вообще-то отношусь. То есть, а, как, как я его вижу, как я вижу человека. Вижу ли я его, как, например, ценность. Вижу ли я его, как кого-то, с кем мне хорошо и с кем я хочу, вот, ну, как бы, в отношениях быть, да? Но я не знаю, как могут сложиться наши отношения. Я не знаю, как они будут складываться, я не знаю, получится ли что-то, что-то, получится ли что-то из этого. И готова ли я, если я не знаю, получится ли что-то из этого, готова ли я все равно, как бы, вот, ну, в таких отношениях находиться. Если, например, допустить, что, ну, вот, как бы, что может ничего не выйти из этого. Если допустить, что могут, могут возникнуть какие-то трудности, какие-то проблемы и так далее, да? Вот, и что я буду делать, если я останусь одна, например? Или если я останусь один, например? Ну, вот. То есть вам на эти вопросы необходимо ответить, потому что это очень важный аспект, это очень важный момент, это касается вашей жизни. Вот, настолько ли вы чувствуете себя с этим человеком, настолько ли вам свободно, что все остальное, все другое кажется вам просто ограничениями. Вот, ограничениями, которые, ну, как бы, не дают вам быть собой. Потому что, если вы чувствуете себя так, то, на мой взгляд, выбор очевиден. Хотя я и не хочу ни в коем случае вам что-либо рекомендовать и вам что-либо советовать. Потому что очень важно, чтобы решение, каким бы оно ни было, вы принимали сами, чтобы это не было решением другого человека. Вот. Если вы чувствуете сомнения, то, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете сделать, это, как бы, интерпретировать эти сомнения в то, что вы с чем-то не определились. Интерпретировать эти сомнения в то, что что-то вы для себя не сформировали. Ну, вот, как бы, в той или иной позиции, в той или иной степени и так далее. Вот. И интерпретировать сомнения как, ну, в сторону или в пользу того, чтобы не торопиться. Вот. Чтобы не спешить в этой ситуации. Вот. Чтобы дать себе время, дать себе возможность подумать, дать себе возможность как-то вот поразмыслить, дать себе возможность по исследовать себя, свое отношение, значение своего партнера и так далее. Вот. Потому что решение – это серьезное в какой-то степени взрослое. И, может быть, прежде чем это делать, может быть, имело бы смысл вам сначала снизить вот свою зависимость от тех людей, которые вас сейчас окружают. Вот. Именно что снизить свою зависимость от этих людей. Ничего плохого в этом нет. То есть, как-то, ну, ну, как-то вот дистанцироваться, да, как-то вот взять под контроль, может быть, свою собственную, свою собственную жизнь. Вот. И, соответственно, да, уже выстраивать отношения. Понимаете, если у вас есть в голове такая ценность, что выбор своего партнера, выбор вашего партнера должен быть одобрен другими людьми, да, то это палка о двух концах. С одной стороны, наверное, это то, чего хочется вообще всем и каждому, и это нормально. Но, с другой стороны, люди достаточно часто, как мне кажется, приносят себя в жертву подобным вещам, запрещая себе самим жить. Ну, вот, своей жизнью, запрещая себе самим быть свободными. Вот. Поэтому нужно увидеть, насколько витальности, насколько и насколько долго дождествование присутствует в том, что вы хотите, чтобы ваш выбор одобрили другие люди. Потому что, если, например, вы действуете так, как вы действуете из чувства стыда, из чувства страха, из чувства, ну, сдерживания, например, себя, своих желаний, своих ценностей. Вот. То, наверное, в этом смысле, наверное, ничего хорошего не получится, ничего хорошего вообще быть не может в принципе. Вот. И напротив, если вы действуете так, потому что вот, ну, такова ваша природа, да, если вы действуете, потому что это и есть вы, и вот ваше стремление, там, к тому, чтобы, ну, как-то вот одобрили, да, и чтобы всё это было в таком вот едином, можно сказать, гармоничном виде. Вот. Если это и есть ваша природа, если в этом нет заняслований, если в этом нет насилия над собой, вот, то в таком случае, конечно, за это вам необходимо брать ответственность и уже выбирать. То есть такой истории, что довольны будут все, не будет, это невозможно. И ждать, чтобы были довольны все, можно в принципе всю жизнь и так и не прожить её. Поэтому решать в этом случае только вам, если вам нужно разобраться в себе, мы вам совершенно однозначно поможем. Выбирайте себе психолог и начинайте работать. Вот. И, соответственно, вы к чему-то обязательно придёте. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Всего вам самого хорошего. И вы большая молодец, что подняли эту тему. Большая молодец, что заговорили об этом. Субтитры создавал DimaTorzok